Это Русский Космос. Здравствуйте! Если сегодня-завтра. Под таким названием в России объявлен конкурс научно-фантастического рассказа. Его инициаторы журнал «Наука и жизнь» и посольство Франции в Москве рассчитывают увернуть некогда популярный жанр на вершину читательского интереса. У нас в гостях главный редактор журнала «Наука и жизнь» Елена Лазовская. Елена Леонидовна, здравствуйте! Здравствуйте! Елена Леонидовна, но среди организаторов посольства Франции. Франция. Почему? Потому что Жюль Верн и сегодня считается непревзойденным мастером и основоположником занимательной фантастики. Жюль Верн – это классик научной фантастики. С него, можно сказать, все начиналось. Мы все в детстве зачитывали с Жюль Верном. Он описывал не только там увлекательное путешествие в Южную Америку, в Австралию, но он еще и описывал путешествие из Пушкина Луну. Для того времени, для XIX века это чистая фантастика. Я думаю, что посольство Франции, конечно, заинтересовано в том, чтобы поляризировать французскую литературу в России, хотя Жюль Верн и так достаточно популярен. Но, тем не менее, они учредили специальную премию имени Жюля Верна. А потом, я думаю, что вообще в условиях глобализации все представители всех стран, развитых стран, заинтересованы в том, чтобы было как можно больше культурного общения, чтобы было общение на уровне литературы, на уровне интереса друг к другу. И поэтому французское посольство, оно вот среди участников этого конкурса вместе с нами. То есть я понимаю, что для журнала «Наука и жизнь» это конкурс не первый? Конечно. У вас было подобное сотрудничество? Конечно, да. Вообще научная фантастика для журнала «Наука и жизнь» – это хорошая традиция. Мы публикуем научную фантастику, ну, уже, наверное, полвека как минимум. Практически в каждом номере, ну, несколько раз в год точно. И мы участвуем в качестве информационных партнеров в самых разных конкурсах. Есть, например, такой конкурс «Созвездие Аюдак». Мы уже несколько лет подряд участники этого конкурса, в том смысле участники, что мы предоставляем победителям право опубликовать свои произведения в нашем журнале. И для многих это бывает первая серьезная публикация, потому что в таких конкурсах участвуют не только именитые писатели, но и молодые начинающие авторы, и для них это, конечно, большое достижение быть опубликован в журнале «Наука и жизнь». Какие-то условия конкурса есть? Условия конкурса почти всегда включают то, что это должна быть настоящая научная фантастика. То есть это не может быть фэнтези, это не может быть какой-то боевик на космическую тему. Это должна быть научная фантастика. Критерии, конечно, я понимаю, сложные, но именно такие условия. — Возрастного ограничения нет? — Нет, нет, никакого возрастного ограничения в данном случае нет. И в тех предыдущих конкурсах, за исключением одного, о котором я, может быть, чуть позже расскажу, возрастных ограничений не было. — Но вот вы, как главный редактор, скажите, насколько изменилась фантастика после Жюли Верна? Сколько в ней осталось литературы, авторского начала? — В любой фантастике литературы должно быть достаточно много. Фантастика — это всегда, прежде всего, литература. Потому что главное, чтобы ее прочитали. Конечно, очень интересные идеи, авторские какие-то находки, какой-то антураж. Но главное, чтобы это было хорошо написано и чтобы это затрагивало интересы людей. Вот в этом все-таки задача фантастики. В необычных условиях показать человеку, что его может ждать. — Скажите, а вот современная фантастика, она способна сейчас рождать новые термины, новые технические решения? — Вообще фантастика, конечно, родила много достаточно, если посмотреть на историю, много новых терминов и технических решений. Но все знают слово «робот», который придумал Карл Чапок. И, собственно, он и придумал этого робота. И сейчас мы живем вообще уже в мир роботов, мы не всегда об этом задумываемся, но роботы нас окружают в том или ином виде. Это не обязательно человекоподобное существо с руками, ногами, из железа, с мигающими лампочками, глазками. Но очень много и на производстве, и в каких-то научных исследованиях, очень много роботов, которые выполняют за человек трудную, нудную, неприятную работу. То есть роботы уже среди нас. Это вот хороший пример. — Таких примеров много, да? — Да, таких примеров много. — Например, космический лифт тот же самый. — Да, космический лифт. Но это пока еще не осуществлено, но, тем не менее, это замечательная совершенно идея. Ну, даже те же мобильные телефоны, те же видеотелефоны, может быть, там у них были немножко другие названия в фантастических произведениях, но, по сути, их предложили, придумали писатели-фантасты. И все это сейчас уже в нашей жизни. — А фантастика может опережать науку, да? То есть получается? — Она может что-то такое придумать, чего еще нет. Ну, возьмем, например, этого нет, но это как бы уже предопределено развитием науки. Вот возьмем гиперболоид инженера Гарина, да? Ведь фактически там описан лазер. Ну, там с ошибками, естественно, поскольку Толстой все-таки не физик был. Но это очень интересное описание. Лазер тогда еще не изобрели, когда была написана эта книга. Но все последствия, которые могли бы быть от, скажем, использования лазера в военных целях, в каких-то таких вот не очень мирных целях, они там описаны довольно хорошо. — Какие фантастические сюжеты сейчас наиболее популярны? — Сюжеты могут быть самые разные, ведь дело же даже не в сюжете. — Фантастика, она не только должна описывать какие-то технические новинки, которых еще нет. Она должна помочь человеку представить себя в каких-то обстоятельствах, в которые он может попасть в будущее. То есть фантастика — это такая площадка, такая виртуальная площадка, на которой можно моделировать общество. И моделировать поведение отдельного человека и его взаимоотношения в обществе, где уже совсем другие технологии. Вот, скажем, опять вернемся к тем же роботам. Ведь уже Рэй Брэдбери описал три закона поведения роботов по отношению к человеку. И сейчас мы вполне можем с этим столкнуться. Да, конечно, бунта машин, я думаю, все-таки у нас не будет. Уже человек научился обращаться с машинами. Но то, что эта проблема была поставлена и поставлена вовремя, это очень важно. Это заслуга фантастики. В мировой космонавтике все больше склоняются ко мнению, что настало время, если не совсем заменить человека в космосе, то, по крайней мере, значительно облегчить труд космонавта. На Международной космической станции с февраля прошлого года уже работает помощник астронавтов – Робонавт R2. В шлем R2 вмонтированы четыре видеокамеры. Благодаря им робот не только ориентируется в пространстве, но и транслирует с них сигналы на мониторы диспетчеров. В планах НАСА высадка подобного робота-исследователя на Луну. Исполнительные трудолюбивые машины, управляемые автоматической программой или по командам Земли, не нуждаются в еде, питье и способны работать в крайне неблагоприятных условиях. Что еще важнее, потеря робота гораздо предпочтительнее гибели космонавта. Действительно, зачем вкладывать не менее 300-500 миллиардов долларов, оплачивая труд многих тысяч рабочих, инженеров, ученых, если на все интересующиеся землян вопросы уже способны ответить роботы, управляемые учеными с Земли. Новая информация будет получена без огромного риска для жизни членов экспедиции. Разработка и производство роботов занятие не дешевое, но и выгода от их использования очевидна. Роботостроение – высокотехнологичная отрасль, настоящий двигатель прогресса. Современный робот должен весить как можно меньше, потреблять малой энергии и обладать чрезвычайной надежностью. В Советском Союзе одним из пионеров роботостроения был Владимир Бармин, генеральный конструктор КБО. Под его руководством были разработаны стартовые комплексы для многих ракет конструкции Сергея Королева. Он же одним из первых начал разрабатывать космических роботов. Владимир Павлович уже позже пришел к выводу, что получить с помощью космических аппаратов, запускаемых на Луну, какие-то сведения получить нельзя будет, то он начал рассматривать возможность создания роботов-автоматов, которые бы позволили получить какие-то конкретные данные на Луне, а может быть и потом на планетах в Солнечной системе. Именно Владимир Бармин руководил созданием автоматических устройств для исследования Луны и Венеры. Один из таких роботов взял пробу лунного грунта с глубины двух метров и обеспечил его доставку на Землю. С помощью другого были взяты образцы грунта в трех точках поверхности Венеры, полученные переданы по радиоканалу на Землю информация о химическом составе венерианской почвы. Самыми известными советскими роботами были легендарные луноходы, созданные на заводе имени Лавочкина. Самоходные аппараты отработали в три раза дольше первоначально рассчитанных ресурсов. По поверхности Луны луноходы проехали 50 километров и передали на Землю почти 300 лунных панорам и 100 тысяч фотографий. Создать робот, который на другой планете движется, хотя не очень далекой, но все-таки, и управляется с Земли дистанционно, проходит определенные расстояния, исследует, делает и съемку, изучает грунт и так далее. Это, конечно, очень интересные задачи технические. Нынешние роботы в основном наблюдают и исследуют, смогут ли автоматы совсем заменить человека в космосе. Ближайшее будущее российской космонавтики и космонавтики вообще это гибрид или комбинация человека и робототехники. Нам нужно повышать эффективность работы людей на орбите. Я не имею в виду только космонавтов, но и космонавтов в том числе. Поэтому робототехнические технологии – это та ближайшая задача, которую мы должны реализовать. Уже совсем скоро роботы научатся выводить на орбиту полезные грузы и смогут работать в открытом космосе. Но даже самые совершенные механизмы, как и обычные земные объекты, нуждаются в управлении, контроле, ремонте и техническом обслуживании. Поэтому к звездам человек и его помощник-робот должны двигаться вместе. Ну вот вы проводите конкурс по нескольким направлениям. Как вы считаете, чем может сейчас увлечься молодежь? Мы, например, проводили в прошлом году вместе с посольством Норвегии, опять-таки, понимаете, какой интерес со стороны зарубежных стран, конкурс «Жизнь во Вселенной». Этот конкурс был рассчитан на детей и подростков. Проводился он по книге астрофизика Эрика Ньюта. Это один из примеров, что ученые идут в фантастику. И он давал детям такое задание. Нужно было придумать, какие живые существа могут жить на совершенно конкретной планете, конкретной звезды. То есть были заданные условия, масса звезды, масса планеты, насколько она яркая перед обращением. И предлагалось пофантазировать на эту тему. Дети, надо сказать, справились с этим очень хорошо. И какие-то их результаты мы даже у себя с большим удовольствием опубликовали. Еще один пример. Всем известный писатель Кир Булычев, который в свое время написал замечательные книжки для детей. И все мы ими зачитывались про Алису. Это тоже один из примеров, когда можно привлечь детей в мир и науки, и литературы. Современный пример. Это писатель Ник Горьковый, который написал трилогию «Островитянка» про девочку, которая родилась на астероиде и потом попала на Землю. Где-то это в каком-то 22-м или 23-м веке. Не могу точно сказать. И там тоже много науки. Причем настоящей науки. Более того, он на основе этой своей трилогии написал еще и научные сказки. И мы их публикуем уже второй год. Я хочу сказать, что развитие науки все-таки как-то отбирает хлеб у чистых фантастов. Именно что произведения превращаются больше в сказки. Вам не кажется так? Мне кажется, что наука и фантастика, они просто друг друга как-то вдохновляют, что ли. То есть писатели-фантасты черпают идеи в науке и дальше их могут развить, так как науке еще и не снилось и не представлялось. Все-таки наука – это точная у нас дисциплина, точная область. И там нельзя уж очень сильно фантазировать. Конечно, идеи там могут быть тоже фантастические. Но их нужно доказать, обосновать, поставить эксперимент и так далее. А писатели-фантасты, они могут там эту идею взять, подхватить и развить совершенно необычным образом. И наоборот получается, что ученые, читая фантастику, они вполне могут вдохновиться и придумать что-то такое, что, может быть, им до этого в голову не приходило. Да, но вот все-таки, как вы считаете, на что больше спрос? На космические оперы или научную фантастику? Ну, вот к сожалению, к сожалению, в последние лет, наверное, 20, да, все-таки в России интерес к науке упал. И параллельно, я не могу сказать, что это прямо такие взаимосвязанные процессы, но они происходили параллельно. Мы просто это видели на тиражах научно-популярных журналов, которые там с 3 миллионов упали, там до 40, там 50, у некоторых журналов и меньше тысяч. Конечно, да, конечно, пошла литература другого плана, пошла такая дешевая фэнтези, потому что я не хочу ругать огульно фэнтези вообще как жанр. Это может быть очень интересно. В свое время мы публиковали, например, Усула Легуина, это известная очень писательница, волшебник на море, замечательная такая сказка. Пошло именно фэнтези коммерческого плана, фэнтези, которая делалась под копирку фактически, то есть, которая мало что давала и для развития ума, и для души, и скорее будила какие-то, на мой взгляд, низменные даже, наверное, чувства. Но сейчас, вот сейчас, мне кажется, научная фантастика возрождается. Вот у меня такое ощущение есть. Сейчас действительно досуг это кино, игры компьютерные. Вот что должно произойти, чтобы интерес к фантастике вернулся, к научной? Но, с другой стороны, фильмы очень многие снимаются по книгам, по сценариям, в том числе, они могут сниматься и снимаются по сценариям известных писателей-фантастов. И это уже тоже вот такая другая сторона научной фантастики, воплощенная там на экране с помощью там героев, актеров, персонажей. Игры, кстати, игры тоже могут быть созданы на основе книг. Чтобы люди читали, что нужно делать? Чтобы люди читали, нужно их с детства к этому приучать. Потому что, если родители ребенку книгу не дадут, то он, может быть, сам ее не возьмет в руки никогда. Или возьмет, когда уже будет поздно. У нас сейчас совершенно происходит переход к другому способу получения информации. Вот если мы посмотрим историю, сейчас вот вернемся, может быть, к Машу Маклювину даже, который, знаете, в 60-е годы написал книгу «Галактика Гутенберга», где сказал, что вот когда изобрели письменности, особенно печатный станок, что человечество от этого, там, его сознание деформировалось. Вот если мы посмотрим на сегодняшний этап развития, что да, мы тоже переходим к другому способу получения информации. То есть мы получаем уже не из бумажной книги скорее, а с экрана там компьютера. И мы выхватываем, конечно, какими-то кусками, но это не значит, что мы перестали читать. Да, мы реже берем в руки бумажную книгу, но мы все равно читаем. Мне кажется, что журналы сохранятся почему? Вот такие журналы, как «Наука и жизнь». Потому что, если раньше задача журналов была собрать эту информацию, которая была читателю недоступна, то сейчас задача журнала собрать вот такую эксклюзивную информацию, которую он в интернете, может быть, никогда и не найдет. Вот собрать человеку то, что ему будет интересно, вот на его, на наш и на его вкус, и предложить ему уже такой готовый сборник того, что, на наш взгляд, нашим подписчикам, нашим читателям понравится. Скажите, а есть какие-то принципиальные отличия между российской фантастикой и зарубежной? Дело в том, что как раз-таки зарубежная научная фантастика, она не прекращала реально вот своего существования. У нас она там ушла на дно, вот как мы с вами говорили, да, в 90-е годы. А, в общем-то, темы очень близкие, похожие. И это, опять-таки, с одной стороны, какие-то технические новинки, которые, может быть, еще нас ждут в ближайшее время, а с другой стороны, это то, как человек себя будет чувствовать в обществе, измененном вот этими техническими новинками. Вот у нашей страны действительно выдающаяся советская школа научной фантастики, да, там, это и Стругацкий, и Кирбулычев. Сейчас есть авторы сопоставимые с ними? Если говорить о советской школе, я бы, может быть, вот все-таки вернулась бы даже к Беляеву, да. К Казанцеву. Да, Казанцеву. Кстати, у них было, вот возвращаясь к нашим предыдущим вопросам, у них было очень много того, чего тогда еще в науке не было. Вот, скажем, глава профессора Долли, да, у Беляева. Это же фантастика, которая теоретически может быть сейчас уже очень близка к воплощению, да. И человек, который может дышать там не только легкими, но и жабрами, да. Это тоже, в общем-то, уже где-то на грани воплощения современной науки. Но если сопоставлять, мне кажется, вообще-то немножко некорректно и неправильно сопоставлять одних писателей с другими. Потому что у каждого писателя у него свое лицо, у него свой стиль, у него свой абсолютно узнаваемый для его поклонников язык. Научная фантастика появилась в России в конце 19 века. Тогда, в 1887 году, свою первую фантастическую повесть опубликовал Константин Циолковский. Он, как и ослоположник жанра, Жюль Верн грезил спутником Земли. Это был вообще взрыв научной фантастики тогда. Почва появилась в одно время. И Жюль Верн с его путешествием на Луну, и наш Циолковский, который продолжил эту тему, они, конечно, двигали все в одной струе. И мы можем сказать, что Циолковский читал наш журнал и какие-то идеи, возможно, оттуда черпал. Правда, в отличие от французов, вместо пушки Циолковский выбрал для путешествия к Луне другой способ. Он очень быстро сообразил, что по-жульверновски из колоссального орудия нельзя осуществить запуск в космос. Ну, дирижабли, аэростаты и самолеты, они, поскольку используют энергию, тоже не способны. И вроде бы получалось правильно, что люди обречены быть пленниками Земли. Ну, достаточно хорошо зная физику, он взял законы Ньютона, законы движения, и решил составить уравнение. Ракеты, придуманные Циолковским, вдохновили Сергея Королева. И фантастика стала реальностью. Алексей Толстой и Александр Беляев, Иван Ефремов и братья Стругацкие. Признанные классики мировой фантастики. Неоднократные экранизации и переиздания сделали их романы и повести частью Золотого фонда культуры. Многие из тех, кто связал с космонавтикой свою жизнь, обязаны этим научной фантастике. Эта книга, видите, вот, «Гость из космоса» Казанцева, она, ну, наверное, четверть моей жизни в результате заняла. Потому что, когда я прочитал его рассказ Казанцева, 47-й, по-моему, год, о том, что Тунгусский метеорит мог быть кораблем из космоса, то я был еще юношен, и я сказал, я туда приду, и я буду искать этот корабль. И через много лет, значит, воспользовавшись там, что отчет попал в наши руки о походе на Тунгуску, мы с помощью Королева организовали туда экспедицию. И потом много лет я еще туда ходил, и ребята, с которыми мы там подружились, ходили. И до сих пор эта загадка не разгадана. Сначала неизбежно идут мысль-фантазия-сказка. За ними шествует научный расчет. И уже в конце концов исполнения венчает мысль. Сегодня эти слова Константина Циолковского украшают фасад Мемориального музея космонавтики. Чтобы сделать сказку былью, в нее сначала нужно поверить. Фантасты, которые создают новые миры, знают это лучше других. Сейчас есть новые имена. Ну вот, например, у нас публикуется Святослав Логинов время от времени. Очень известный фантаст. Мы сотрудничаем с издательством «Снежный ком». Они издают много интересной фантастики, мы тоже публикуем. Иногда появляются авторы, которые всего-то присылали один рассказ. Но этот рассказ такая вот маленькая жемчужинка. И мы тоже вот бывает опубликуем. И я вот просто не могу нарадоваться, если получается что-то такое вот очень качественное. Спасибо, Елена Леонидовна. Я предлагаю вам напомнить еще раз условия конкурса, даты. Конкурс, он называется «Если сегодня-завтра». Проводится он журналом «Наука и жизнь» компанией IBS и посольством Республики Франция в России. И даты конкурса, еще есть время, чтобы успеть написать. Это 30 ноября, последняя дата представления произведений. Я думаю, что более подробно, сколько тысяч знаков допускается и какие темы, все это читатели могут узнать на нашем сайте, в нашем журнале. И я думаю, что все молодые и не очень молодые, начинающие, уже опытные фантасты, имеют шанс получить приз. В том числе это журнал «Наука и жизнь». Елена Леонидовна, благодарю вас еще раз за интервью. Желаем вам успеха. Обязательно ждем результатов. Спасибо. Будем рады видеть вас в нашей студии. Спасибо. Напомню, что сегодня у нас в гостях была главный редактор журнала «Наука и жизнь» Елена Лазовская. Участвуйте в конкурсе. Вы смотрели программу «Русский космос». Всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова